Впереди нас, позади нас вернее, была авария где-то километр назад, и вот здесь огромная пробка, растянулась, наверное, надолго. Заехали на заправку, Баден-Баден, мы просто рядом тут с ним находимся. Мы в сторону Парижа ехать. Вот мы въезжаем в Францию, сейчас Германия, вот за мостом у нас Франция. Речка Рейн. Макашия граница, вот такая вот граница идет и в Германии во Францию. Здесь какой-то или порт маленький слева, или дамбо просто, непонятно. И вот мы въехали, мы уже во Францию. 50 километров в час нужно ехать, GPS там сигнализирует о том, что мы превышаем. Речка, это мы не посмотрели какая, или ты знаешь, Втали? Горейн. Рейн. Речка Горейн. 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 Вот тут дамбо. Все, мы уже, получается... Через 800 метров пересекайте кольцевую развязку, третий выезд, Т4, по направлению к Стрэнсбергу. Вот уже встречаем надписи на французском языке. Пересекайте кольцевую развязку, третий выезд, Т4, по направлению к Стрэнсбергу. Все на французском. Виталик сомневался, но уже, наверное, не сомневается, когда прочитал надписи, мы уже во Франции. Ближайший город. Большой. Большой, Стрэнсберг. Здесь по дороге Нютербург, Байнхайм. Вон, центр Демеркиц какой-то. Все, мы во Франции. Мигает невинно. Мы въехали в Стрэнсберг. Сейчас, Саша, что-нибудь скажешь? Ну и ищем сейчас место для парковки. Все места для парковки платные полностью. Но, в интернете есть написано, что на небольших улочках. И не просто можно запарковаться бесплатно. В Стрэнсберге ситуация конкретным образом отличается от Германии. Тут, как видим, куча народа ходит. Скорее всего, там множество туристов. Магазинчики. И на этом мы в самом центре. Это, скорее всего, для больших городов это нормальная ситуация. Мы катаемся по центру Стрэнсберга в поисках парковки. Сейчас, наверное, надо отъехать от центра. Тут вообще правилов никто не... Тут просто в тупую... Как в Египте. Ну, это пешеходная зона. Основной. Велосипедные. Больше, я бы так сказал. Велосипедные.